Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Все анализы сделают УЗИ сердца. И тогда уже будем думать по поводу повторной операции и насчет хирурга. Это не нормально, что у пациента только что вышедшего из комы вот такой проходной двор в палате. Я же вам объясняла, что находиться здесь может только лечащий врач. Давайте-ка не устраивать тут. Нет, ну просто объясните мне, что здесь делает тот уволившийся врач. Мария Игоревна, вы закончили осмотр? Игорь Борисович, а я его и не начинала. Здороваться вас тоже не научили. Манюш, у нас новость хорошая по поводу Майи Громовой. Давай обсудим. Вот, вместе с папой обсудим. Игорь Борисович обсуждает все новости, исключительно с Полиной Семеной. Мне, тяде, на работу надо бежать. Ну, так и не помирились? Мария Игоревна характер проявляет. Я для нее пустое место. Ну, что вы, как в детском саду, честное слово. Посмотреть на вас смешно. Ты знаешь, мне не смешно. Я не знаю, как себя с ней вести. На обиженных воду возят. А вы тут оба хороши. Да не обижаюсь я. Люблю ее. Она смотрит на меня, как на врага народа. Ты бы меньше свою Полину слушал. Мария, мы с мужем разводимся. Из-за вас. Простите, Кирилл мне совсем другое говорил. Он сказал, что инициатором разрыва были вы. Потому что у вас новые отношения. Он так сказал? Он поставил меня перед фактом. Развод. А я этого не хочу. У меня нет никаких новых отношений. Семь лет я ему верно служила, как собака хозяину. Что скажет, то и делала. Мария, я вас не виню. Я себя виню. Что три аборта сделала, как он сказал. Убеждал меня, не время, а еще успеем. А я дура верила. А теперь у вас с ним будет ребенок. Поздравляю. Нет, нет, вы что-то путаете. Я не жду ребенка. Он мне так сказал. Ей счет требует имущество все отдать. Квартиру, машину, дачу. Мол, у вас проблемы с работой, а чтобы растить ребенка, нужна финансовая стабильность. Но, Мария, почему за мой счет? Мало того, что Кирилла у меня забираете. Простите, я... Я... Даже не знаю, что сказать. Я это все в первый раз сейчас от вас слышу. Ну, УЗИ, я же сама видела. Какое УЗИ? Ваше УЗИ Кирилл мне показывал. Не понимаю. Подождите. Получается, он обманывает и меня, и вас? Или кто-то действительно ждет ребенка от него? Привет. А что-то случилось? Я сегодня встретилась с твоей женой. Она меня с беременностью поздравила. Понятно. Значит, теперь я злодей. Чье УЗИ ты ей показал, и... Главное, зачем? Да первая попавшаяся, Манюш. Ну, не дает она мне развод. Ну, что мне делать? Да, понимаю, плохо поступил, но... Ничего другого в голову не пришло. А зачем ты ей наврал, что мне деньги нужны? Если вам нужно что-то между собой поделить, то зачем меня в это вмешивать? Не могу я сейчас от нее уйти, вот просто так, зубной щеткой. А мы делим с ней эту квартиру, машину. Ну, понятно, что она сейчас в истерике, но я же хочу тебя как-то обеспечить. Ребенка нашего будущего. Ребенка от тебя хочу, понимаешь? Я тебя люблю и хочу от тебя дочку. Такую маленькую копить. Кирилл, все. Кирилл. Мне не нравится, как ты себя ведешь. О чужих людях ты заботишься, о нас ты даже не думаешь. Я очень много думаю о нас, Кирилл. Угу. Видно. Привет. Здрасте. Здрасте. Приходится мне на старости лет выступать в роли переговорщика и няньки. Ну, что вы с отцом, как дети, малая, Манюша? Ну, честное слово. Только не надо вот этих сейчас мне слов говорить. Предал и прочее. Ну, если так, оно и есть. Ну, хорошо. Давай посмотрим факты. Громова пришла в себя, так? Отец придерживался твоего протокола лечения, так? Ну, значит, он на твоей стороне. Ты бы видела, как он молчал, когда она об меня ноги вытирала. Хватит. Я эти нюни слушать не буду. Ты еще мне сейчас скажи, или я, или она. Ну, глупо, Манюни. Ну, глупо все это. Давай лучше про жениха твоего поговорим. Я надеюсь, ты пока замуж выходить не собираешься. Ну, вот со своей личной жизнью я уж тем более сама разберусь. Ты действительно этого хочешь? Кастрюли, пеленки. Это все очень мешает карьере. Да что же он вам всем так не нравится-то, а? Тебе он что сделал? Может быть, ты хочешь, чтобы я твою судьбу повторила? Ни семьи, ни детей. Только карьера. Прости. Просто я запуталась. Сама не понимаю, кому верить, кому нет. Мне со стольким нужно разобраться, я ничего не успеваю. Прости. Разве я могу на тебя сердиться? Ты же мне как дочь. Просто ты должна сама разобраться со своей жизнью. Где ты? С кем ты? Кто твой человек? Кто не твой? Сашке нужно давать все эти лекарства, которые я выписала. Сможешь проконтролировать? Он уже огурцом, вы же видели. Тут необходимо довести лечение до конца, иначе могут быть серьезные осложнения, передайте маме. А, кстати, отец как? Ну, вроде уже лучше. Маме пообещал, что на работу выйдет, если найдет. Спасибо вам. Да пока что не за что. Ему, конечно, хорошо. Еще пару-тройку капельниц. Так, ладно, ты иди, Женя, а я пришла. Вы же к Мише Санохину? Да. Так я с вами. Вы обещали меня, помните? Ну, хорошо, пойдем. Добрый день. Здрасте. Видите, какая у меня помощница замечательная? Будет опыта набираться, практики. Она после школы собирается в медицинский поступать. Собираюсь. Только я не доктору пришла помогать, а Мишке с уроками. Привет, Санохин. Привет, Бочкова. Ничего, что ты, я пришла, не прогонишь? Ты же все равно не уйдешь. Точно. Ты в группе писал, что у тебя с физикой и химией напряг, а у меня вроде с ними норм. Я помогу? Пусть они вживую пообщаются. Что же все время в соцсетях-то сидеть? А нам с вами ехать пора, очень вызовов сегодня много. Одевайтесь. А Мишку я вечером осмотрю. Поехали. Коль, привет, это я. Я по поводу электронной базы. Там Майя сделали новые анализы. Отсойди, пожалуйста. Хорошо? Спасибо. Ты с отцом говорил? Ну, по поводу сайта клиники и всего остального. И что? Ясно. Нет, давай по поводу новой операции. Потом с тобой поговорим лично. Хорошо? Ага. Ну, все, спасибо тебе. Давай, пока. Мария, спасибо вам за Мишку. За что я имею? Ну, точнее, даже не за Мишку, а за... за Женьку. Хорошая девчонка. Мне кажется, она ему понравилась. А то он из-за инвалидности своей совсем отшельником стал ее. Даже в школу отказывается ходить, хотя мог бы. А тут живое общение. Так что вы правы. Спасибо потом скажете. Когда сделаем ему полное обследование, и когда ему разрешат операцию, в чем я уверена. Ну... Давайте без но, Петр. Это нужно сделать, и не надо сомневаться. Тем более вам. Нужно в конце концов поставить его на ноги. Пусть нормально ходит в школу, общается со сверстниками. Все. Отец официально разрешил. Теперь я отвечаю за сайт клиники. Ну, отличная новость. И еще. Теперь у меня есть полный доступ к системе охраны и наблюдения. Вот, смотри. Если Полина действительно причастна к подмене препаратов, нам нужно доказательство. А вот здесь я гений. Мне удалось получить доступ к камере с монитора в ее компе. А я смотрю, вы стучать-то так и не научились. Ну, зачем ты так, Манюша? Ну, мы же почти одна семья. Ну, хватит нам уже ссориться. Одна семья? Да. У нас с Игорем скоро свадьба. Ну, обещать не значит жениться, да? Значит. Я беременна. Надеюсь, это будет мальчик. Еще один наследник и продолжатель династии Лукаши. И, кстати, Игорь очень рад. Очень. Сюрприз. Ну, проходи. Обниматься, целоваться не будем. Игорь, у меня грипп. Я привита от гриппа. Раздевайся, я тебя осмотрю. Только руки помою. М-да. Горло болит? Ну. Открывай рот. Давай. Шире. О-о-о. Так. Ну, и чем ты лечишься? Да вот. Чаек с лимоном. Угу. Сейчас подберем тебе противовирусный препарат, и я тебе полоскание приготовлю. Грипп чайком с лимоном не лечится. А еще медик. Хорошо, что ты пришла. Да ну, нам пора поговорить с тобой. Серьезно. Папа, ты правда спираешься на поле инженец? Я думал, мы и она с тобой будем. Ты не ответил. Скажи, ты помнишь, как твоя мама хотела второго ребенка? Говорила тебе, что у нее был курортный роман. Так вот, никакого курортного романа не было. Это был мой ребенок. Что? Я давно хотел тебе рассказать об этом, просто не решался. Когда мы разошлись, тебе пятнадцать было. Вот тогда Ирина о Кольке и узнала. Не простила. Эдна настояла на том, чтобы я признал небрачного сына, дал свою фамилию и женился на его матери. И доказать ей, что это была ошибка, было невозможно. Пап, ты как можешь так говорить? Да нет. Ошибка, связь с той женщиной, эпизод. А не сын. Ольку я признал. А с той женщиной у меня не сложилось и не могло сложиться. Я Ирину всю жизнь любил. Я вообще не понимаю. Да ты дослушай. Ни у меня, ни у Ирины. С другими ничего не сложилось. А потом через некоторое время мы опять сошлись. Случайно в городе встретились. И начали бегать друг к дружке. На свидание, как влюбленные школьники. А я почему об этом не знала? Ну, ты же тогда училась в Англии. Ну, и потом мы съезжаться не торопились. Боялись, что окружающие заклюют насмешками. А тебя хотели порадовать уже когда малыш родится. До этого не знали как. А потом получилось, как получилось. Ну, продолжай, папа. Раз уж начал. Да что ты добавишь, Манюша. Ты сама все знаешь. Я оперировал собственного сына. Понимаешь, что он обречен. Неужели не было ни единого шанса? Если и был, то один на миллион. Не было дня за эти годы, чтобы у меня не крутилось в голове. А если бы не так, а иначе. Если бы иной наркоз, иной метод. Может быть и спас сына Ирину. Я ведь точно так же, как и ты, из Громовой. Мог не угадать с наркозом. Так же спешил, счет шел на часы. И вот крутится, крутится в голове. Если бы не так, а иначе. Если бы так, а бы. Если бы выиграть в эту лотерею. Папа, все. Но я проиграл. Закончили. Иначе у тебя еще температура поднимется. Я к чему-то говорю, Манюш. Сейчас другая женщина носит под сердцем моего ребенка. И я их не брошу. Может, это мой шанс. Все исправить. Жить. Я тебя очень прошу, пожалуйста. Не заставляй меня делать выбор между тобой и... Твоей будущей женой Полиной. Я услышала тебя, папа. Твоей будущей женой А. Я закончила. Алло. Это Маевская. Я хочу сказать, что наша договоренность пока отменяется. Да, проблема. Я не знаю, возможно, большая. Давайте не по телефону. Да. Встретимся и обсудим. Хорошо. Ну что, Михаил, обследование твое показало, что выздоровление возможно, но при одном условии, если будешь ежедневно выполнять вот эти упражнения. Что? Женька, бычково уже настучало? У нас тебя волнуется. А если будешь себя дальше так вести, скажу, что рохля. Ну что, все зря? Фав, как ты ее терпишь? Успокойся. Ладно, шутник, ты тему-то не переводи. Упражнение нужно выполнять ежедневно, несколько раз в день. И чем лучше и тщательнее ты будешь их выполнять, тем быстрее увидишь результат. Усек. Ну да. Жить-то хочется. Так, юморист, слушай доктора. В общем, сердечную мышцу нужно тренировать, как любую другую. Держи. До встречи. Счастливо. Не ленись. Так, и что это было? Можно узнать? Провожала пациента. Провожала пациента. Это пацана в кресле. Или его папаша тоже твой пациент. Чего-то очень часто стал его видеть. Кир, ты чего? Да не, я просто не понимаю, что ты с ним так возишься. Ну, потому что он возит меня. Петр водитель в нашей поликлинике. Угу. Все равно не видишь никакой связи. Этот Петр просто очень так странно на тебя смотрит. Кир, ты ревнуешь? Нет. Ни в коем случае. Ну, что ты? Я просто хочу, чтобы ты знала. Иногда я бываю просто очень ревнил. Ну, будем лечить? Будем. Пойдемте-ка, Кирилл Юрьевич. Иначе простудитесь. Угу. 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 Бучко, я тебя не звал. А я тебя и не спрашиваю. Мне наша доктор сказала помогать. Угу. В связи с чем? Мы с ней поспорили. Ты должен сделать упражнения, но она уверена, что ты их сделать не будешь. А я сказала, будешь. Выиграть хочу, Миша. Дядь Петь, если вы купите продуктов, то я вам больше сварю. Я спец. У меня дома кастрюли за день сметаются. Я тебе тоже наш доктор сказал? Нет, это я сама решила. Нечего Мишке питаться одной еду из доставки. Идите за продуктами. Хоть и доказать пока причастность с Полиной к подмене препаратов не получается, но сам вопрос я изучил. Схема довольно простая и схожая. В общем, закупленные за границей дорогущие препараты подменяются дешевыми аналогами, а дорогие препараты перепродаются в другие клиники частным анестезиологам. Неплохой такой номер, да? Учитывая, что дорогие препараты закупаются за счет клиники. А перепродаются за наличные себе в карман. Разница ощутимая. Понятно. Я вот еще о чем думаю. Дешевые аналоги не всегда вызывают такие острые реакции, как у Майи. То есть зачастую ни хирург, ни пациент не подозревают о подмене. Побочки бывают, но не так часто. Да, но ведь у Майи случилась эта побочка. А второй такой раз мы допустить не можем. Я не допущу. Кстати, Лариса согласилась на повторную операцию. Но с одним условием. Анестезиолог должен быть другой. Не этот твой, Кирилл. Господи, Кирилл-то здесь при чем? Маша, а ты не видишь? Ты не замечаешь, что он мутный какой-то? Так, ну все. В любом случае, вопрос с анестезиологом не главный. Сейчас важно постараться мне найти хирурга. В смысле, а ты? Что я, Коль? Я отстранена от операции. Папа тоже не возьмется. В общем, я найду лучшего кардиохирурга, который прооперирует Майю. Естественно, все расходы я тоже беру на себя. Спасибо. Пойду, скажу, варить. Ага, ага, да. Да, Серега, я понял. Понял. А я его везде ищу, он, оказывается, у вас кукует. Давай, сейчас приеду, спасибо. Пока. Так, я ответ по делам. Я на него не присмотрю, не переживайте. Тоже мне нянька нашлась присматривать. Не болтай, а делай. А я ужин доделываю. А ты что, типа тут хозяйку себе изображаешь? Да ну, была охота. Между прочим, отличной хозяйкой здесь была бы наша доктор. Маша доктор. Идеальная мачеха, кстати. Добрая, красивая. Не думал, Миш? Тем более, дете Пете, она нравится. Это очень видно. Уходи. Миш, ты чего? Уходи, я сказал. Что, не принялась первого раза? Не будет здесь никакой хозяйки. И так, как ты, тоже не будет. Какой такой? Миш, я же как лучше, ну... У тебя же там вроде папаша, а лкаш запойный. Так чего тут забыла? К нему иди. И фартуку моей батери сними. Вы в этом. Проходим. Последствия без рук. Угу. Дайте нам объясню. Присаживайтесь. Я не совсем понял. Вы адвокат? Нет, не адвокат. Просто попросили помочь. Жена ваша, Галина. Она вас уже больше недели по больницам и моргам ищет. Так за что задержаны? Это глупо молчать. Я протокол видел. И хорошие друзья у меня есть. В отделе по борьбе с наркотиками. Зачем тогда спрашиваете? Понять хочу. Каким образом у вас оказались незарегистрированные нигде опиаты? Украденные по сути. Я уже сто раз объяснил. Я просто курьер. Брал сверток. Не глядя, что в нем. Не спрашивая у людей, у которых брал. Федь. Вам стоит статья о распространении. Ну, ясное дело. На кого еще вешать? Иногородней ничего не докажу. Федь, я вам могу помочь. Но только если вы будете отвечать на мой вопрос. Я друг Марии Лукаш. Скажите, а это в клинике ее отца вам давали эти свертки? А какой же вы друг? Если ее хотите под статью подогнать. Так разве-то она вам давала их? Нет, нет. Нет, Мария Игоревна об этом даже не знала. Ну, а кто? Ну, а? Федь. Вас дома ждут жена и сын. А вы ее и тут хотите остаться? Сверток давала лаборантка. Нина. Я вез его по адресу. Там давали другой сверток. Его я вез обратно в клинику. Все. Угу. А по адресу тому, значит, фармацевтическая компания, да? Я не знал, во что меня втягивают. Я думал, там лекарства какие-то. И работа не пыльная, платили хорошо. Я радовался, придурок. Понятно. Я этого так не оставлю, Кирилл. Не поступай так со мной. Все, хватит. Нет, не хватит. Хватит. Мы обо всем с тобой уже поговорили. Я тебя прошу, пожалуйста, уходи. Нет. Тася, мы с тобой разводимся. Нет. Я тебя больше не люблю, слышишь? Да, просто нужна была тебе. Да, пока мой отец тебе помогал. А когда он умер, все. Думаешь, что хочешь, мне реально это достало уже. Так нельзя. Я тебе не собака подзаборная. Вам, значит, с Марией совет да любовь. А мне что? А мне что? Я этого не достану. Делай, что хочешь. Я жить не буду, Кирилл. Хватит меня этим пугать. Взрослая уже девочка. Да, Коль, привет. Молодец, что позвонил. Я по делу. Слушай, ты далеко от компьютера? На почту можешь зайти? Я там тебе видео отправил, ссылку, что у вас в клинике происходит. Посмотри. Да, сейчас попробую с рабочего зайти. А это как-то с Полиной связано? Нет. Сейчас сама увидишь. Давай только быстрее. Да, сейчас посмотрю. Боже мой, что она сделала? Там на уличной камере видно, что она села в машину и поехала. Я же правильно понял? Она не витамины выпила, да? Да, Коль, спасибо. Все потом. Алло, Кирилл, где твоя жена? Просто ответь, где твоя жена? Пересчитай свои ампулы. Она штук пять схватила, а двух ей и так будет достаточно. Срочно езжай домой. Возможно, она там, если, конечно, она успела доехать. Надо срочно ее найти, слышишь? А вы куда? Я же просила вас подготовить отчет. Да-да, я помню. Простите. Я через два-три часа вернусь. Это какое вовремя? У меня есть информация по поводу мужа Гали. Это все потом. Поедем, я скажу, куда там человек может умирить. Мария что-то подозревает. Разберемся. Зачем так нервничать? Да потому что, если она догадается, то все сорвется. Все. И моя свадьба, и наше с вами сотрудничество. За ней уже наблюдают. Лишнего она не сделает. Не переживайте. Что? Нет. Что? Кирилл, скорей, она здесь. Это что здесь делать? Нужно срочно вызывать скорую. Пульс еле прящупается, ты ампула, она точно вкатила. Татьяна, скорую нельзя. Там поймут, что была попытка суицида. Ее в психушку если спасут. Кирилл, ты что? Она с полицию. Ты с ума сошел, ты понимаешь, что ты говоришь? К нам ее повезли, давай сам откачай. Перетащим ее на переднее сиденье и поведу. К что вы не поведете, вы пьянцы? Слышь, ты что, а? Ты кто вообще такое, а? Да подожди, он прав тебе, нельзя за руль. Ты что лезешь, что не в свое дело, а? Тебе больше всех надо? Вы что, турели, помогли бы лучше. Так, мы поедем на моей машине. Ну, что там вот этого дела? Ты что, ничего лишнего не спрашивал? Он уже уехал. Понятно. Видишь, вот с кем я жил. Истеричка, шантажист. Кирилл, не надо. Из-за нас она с собой хотела покончить. Да что из-за нас-то? Что из-за нас? У нее с головой не все в порядке, просто и все. Кирилл, ну не надо. Нам не надо с тобой больше встречаться. Манюш. Манюш, ну ты чего? Ну чего ты? Она же именно этого и добивается. Она манипулирует, понимаешь? Перестой. По линии персонала сам как-нибудь объясни, что она здесь делает. Придумай что-нибудь. Как оказалось, у тебя это прекрасно получается. Маш. 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 Так, а каково мне благодарить за это зрелище? Женьку или, может, Марию? Я Женьку выгнал. В смысле? Что за новости, зачем? Ну, ты так знаешь, болтал много о том, какая наша доктор прекрасная, такая-притакая. И что нам с ней очень повезло. Ну, что? Ну, надо признать, что Мария действительно очень хорошая женщина. А еще говорит, что она отличная невеста для тебя. Слушай, папа, это правда? Ну, что ты и она? Или это все шутки? Мне мачеха не нужна. А кто тебе предлагать-то? Ты что решил? Ну, она же тебе нравится, верно? Так, ты есть будешь? Пойду разогрею. Да, Галь, привет. Нет, я пока еще работаю, в поликлинике, то что делаешь. А Петр сегодня был в полиции, разговаривал по поводу твоего Федора. Я не успела понять, что именно. Я сегодня какой-то сумасшедший. Ты позвони ему, узнай, ладно? Угу. Конечно. Ну, давай, пока. Федора задержали, и он уже более недели находится в изоляторе. За что задержан? Он перевозил наркотические вещества, как курьер. Это препараты для наркоза из вашей клиники. Следствие уже начато, и вам могут звонить и задавать вопросы. Вам, отцу и другим сотрудникам. Спасибо за информацию. Я прошу прощения. А вы с отцом знали, в смысле, могли знать, что происходит в вашей клинике? Петр, мы с папой ответим на все вопросы следователю. Лично я ничего не знала, и папа, я уверена, тоже. Спасибо за информацию. Извините, я занята. Жена моя, конечно, номер выкинула. У тебя-то я прикрою. Скажем, что у него был нервный срыв. Ты мне объясни, зачем ты препараты побросал в ординаторской? Ты хочешь, чтобы здесь полиция ошалила себя? Так, подожди. Все произошло в ординаторской, так? И Мария это видела. Получается, что нас спасут по видеонаблюдению? А я тебя что? За нами следят? Ты еще хорошо, что в этой комнате камер не понатыкали. Слушай, если меня возьмут, ты не отвертишься по нелабиням. Кирилл, ты с ума сошел? Ты сейчас мне угрожаешь? Не-не-не, ни в коем случае, конечно же, нет. Ты не нервничай, главное. Тебе о будущем ребенке надо думать. Ой, да нет, тебе никакого дела до моего будущего ребенка. Да ты что? Так уж никакого. То есть вы, получается, не только Машку отца обманываете? Засиделась ты сегодня? Что, кашляешь? Что-то тебя штормит, Маша доктор. Да, заболеваю, наверное, что-то сильно плохо. Так, может, тебя проводил бы кто, а? Я бы и сам с радостью, ты у меня ночная. Да нет, не нужно, я там такси вызову. Дома отлежусь, все в порядке будет. Счастливо. Счастливо. Ты смотри, докторам болеть нельзя. Ага, до завтра, Степанович. Ой. О, бой. О, бой. О, бой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok